...за вопроса, получите ответы, а также учет замечаний, предложений про разработки проектной документации и реализации замечаемой деятельности. С сегодняшним мероприятием пришествовало представление возможности общественности ознакомиться с проектом технического задания на проведение ООС, который был размещен в администрации городского округа города Выксов в комнате 306 с 13 мая по 11 июля Севси-Уборта. Информирование о возможности ознакомления с проектом технического задания было бы любовным в газете «Напуские рабочие» 13 мая 2016 года. Ознакомиться с предварительным вариантом материалов ООС, который был отвечен в администрации 6 июля 14 мая 2016 года. Информирование о возможности ознакомления с проектом ООС, а также о дате и месте и времени проведения общественных слушаний, было бы любовным в газете «Напуские рабочие» номер 48, 6 июля 2016 года. По регламенту сегодняшнего слушания. Для общественных слушаний принесли повестка и регламенту их проведения. Сначала мы заслушаем сообщение представителя заказчика начальной деятельности ЛУБЭ Игнария Ивановича руководителя проекта дирекции по реализации проектов ООО «Объединенную компанию», из которых выходит ООНЗ, по теме «Проекте строительства цехов по производству отделки труб ООНЗ», а доклад не более стильный. Затем последует доклад главного инженера генеральной проектной организации ООО «Смирнов» Бориса Михайловича по теме «Скрымные проекты решения строительства цехов по производству отделки труб ООНЗ». Доклада 10 минут. Далее заслушаем доклад главного инженера проекта АГК «Шанэка» Мадата Варина и Гарриева. По теме оценка воздействия на трояющую среду проекта строительства цехов по производству отделки труб ООНЗ. Доклад до 20 минут. За докладом последуют ответы на последующие вопросы. В начале получат ответы на вопросы, зафиксированные в журнале, учет замечаний и предложений предварительного варианта материала проводов. Далее будут ответы на вопросы участников сегодняшних общественных слушаний. Большая просьба с учетом необходимости документировать все материалы и данных общественных слушаний, их учета в протоколе слушаний. Вопросы даже будут поданы в письменном виде на карте участника общественных слушаний, которые получили при регистрации или в зале. Вопросы просят смолировать по ходу докладов и по возможности передать секретарю за благодарение. Если вам необходима какая-то помощь, либо ручка, вы можете обратиться к волонтерам, которые находятся в зале. После того, как будут даны ответы на все вопросы, мы завершим работу. Итогом общественных слушаний встанет протокол, отражающий проведение данного предприятия, доклада и вопросов также ответов. Итак, мы переходим к докладам по теме общественных слушаний. Слово представляет представитель заказчика, замечаемой деятельностью Глупе Игорю Ивановичу по теме о проекте строительства цеха по производству труб-отделок труб в ОМС. Программаю, доклада будет. Уважаемые участники общественных слушаний, уважаемые жители муниципального кругового лица. Продукаю вашему вниманию сообщение, касающее строительства цеха по производству отделки труб, включая высокотехнологический центр финишной отделки обсадных труб диаметром 139 через 26 мм, для нефтегазового сектора создание муфтовых резьбовых соединений, для сложных условий добычи и комплекс по производству и отделке нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром 60-178 мм, и железнодорожных путей к нему. Далее будем этот объект называть строительство цеха по производству и отделке труб. Краткое описание объекта. строительство цеха направлено на повышение конкурентноспособности ВМЗ на рынке производителей трубной продукции за счет организации производства нарезных труб нефтяного сорта метра условным диаметром от 60 до 426 мм, с учетом перспективных требований зарубежных и отечественных стандартов, освоением нового перспективного продуктового сегмента, каким являются насосно-компрессорные трубы, расширение продуктовой линейки, обсадных труб. Данный проект отвечает целям и задачам государственной программы Российской Федерации развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности, частью увеличения объемов производства и капитальных вложений. Общий объем инвестиций до 17,5 млрд рублей, из них на финишный центр до 5 млрд рублей. Ввод цехов в эксплуатацию планируется поэтапно, в период с 2018 по 2019 годы. Команда проекта, заказчик, АО «Выксунский металлогический завод», который является крупнейшим производителем труб и железнодорожных колес, входит в группу компаний ОМК, является градообразующим предприятием для «Выксы». Участники проекта. АО «Объединенная металлургическая компания ОМК», высокотехнологичный интегрированный производитель стали, проката, труб, железнодорожных колес, ресорт, трубопроводные арматуры и соединенных деталей трубопроводов. АО «Урал-Гипромес» – комплексная многопрофильная проектная организация по проектированию объектов производственного и гражданского назначения. Акционерное общество – группа компаний «Шанека», один из лидеров на рынке инженерных и экологических технологий. Подрядчики, занятые в реализации проекта – это строительные организации и предприятия города «Выксы» Нижегородской области Российской Федерации. На данной схеме показана территория реализации проекта. Местоположение проекта – город «Выкса» Нижегородской области, Дощатинское шоссе, 44 в районном участке номер один. Площадь участка не более 35 гектаров. На данном слайде показан ситуационный план площадки, чтобы было понятно. Самый большой на этом плане – это цех. Общая площадь цеха – 75 тысяч квадратных метров. Из них финишный центр, где будет производство обсадных нарезных труб, занимает площадь 30 тысяч квадратных метров. И при этом на площадке будут располагаться объекты инфраструктуры. Для того, чтобы вам было понятно технологии, которые будут использоваться в цехе, на следующем слайде схематично нанесены технологические линии и приведены аналоги, встречающиеся на заводе производства. Так, линия трубоэлектросварочного агрегата. Линия трубоэлектросварочного агрегата. Аналог трубоэлектросварочного цеха номер 5. В производстве трубу 60-178 миллиметров. Линия объемной термообработки. Аналог термоотдела третьего цеха. Линия производства МУФ. Аналог 5-го цеха. Линия нарезки труб насосно-компрессорный. Размером 60-178. Аналог 5-го цеха. Линия отделки так называемых главких труб. Аналог 3-го цеха. Финишный центр. Аналог 5-го цеха, который будет производить те же самые обсадные трубы, но диаметром до 426 миллиметров. Готовый продукт, производимый цехом, это электросварные трубы из углеродистой дисколидированной стали в соответствии со стандартами IPI и эквивалентные ГОСТу. Это обсадные, нефтегазопроводные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные. Технологические возможности не менее проведены на данной таблице. И в этом же цехе будет производство муфт в объеме 3,5 тысячи тонн в год. Муфты только для мелкой трубы, насосно-компрессорной. Основные потребители, которых мы видим в цехах, это вертикально интегрированные нефтяные компании, это Газпром. И также на этом слайде приведена картинка, где будут использоваться так называемые насосно-компрессорные трубы. Эффективность проекта. Реализация проекта имеет большое социальное значение для города ВЫКСы в Нижегородской области. За счет чего? За счет создания новых рабочих мест, планируемый штат цеха не менее 540 человек, с комплектованием за счет местных резервов рабочей силой, что благоприятно скажется на социальной обстановке в городе. За счет оказания поддержки предприятиям и организациям стройиндустрии в период кризисных явлений в экономике, планируется привлечение подрядчиков на период строительства, в первую очередь города ВЫКСы, округа и области, при этом количество привлеченных работников в пик строительства не менее тысячи человек. Это также обеспечение дополнительными источниками налоговых поступлений в бюджет различных уровней и отчислениями во внебюджетные фонды. В приложениях мы приводим к вам 3D-проекции, как будет выглядеть комплекс, как будет выглядеть сам комплекс, цех, АБК, контрольно-пропускной пункт, стоянка, ну и объекты комплекса. А вверху там что такое? Вверху. А это вот промышленная зона. Дощательного въезда, дощательного шоссе. А жилой сельдомник обказанных? На этом, значит, жилой сектор покажет последующий добавочий. У меня здесь на этом нет извинения. Не доработал. Можно я покажу? Не надо. Дайте мне закончить так вот. Будем инициативу. Следующий слайд. Это не что иное, как будет выглядеть новый комплекс. Здесь мы видим здание АБК. Здание автомобильной стоянки для работников завода. В общем-то, у меня с проекциями все. Спасибо за внимание. То, что касалось основных параметров данного проекта и объекта, все я вам сказал. Спасибо. Спасибо, Игорь Иванович. Дальше в слове представляется главным инженером генеральный проект организации «Урал-Промес» Снернов Борис Николаевич. По теме основные проектные решения состоит из цеха производства отделки капиталов. «Урал-Промес» является правоприемником органа трудового праздного знамения Уральского государственного института по проектированию металлургических заводов. В прошлом году «Урал-Промес» исполнилось 90 лет. И «Урал-Промес» участвовал в реализации крупномосставных проектов таких как «Гидокварский металлургический комбинат Урал-Маш», «Урал-Вагон-Завод», «Нижнетагильский комбинат» и так далее. Большинство трубопрокатных предприятий России построены или реконструированы по проектам нашего института. Это Северский крупный завод, это строительство завершено в 2015 году. На открытии этого комплекса присутствовал и открывал его Путин. Первый Уральский виновый крупный завод, Челябинский крупный, Синарский, Саганрогский и ряд других предприятий. В настоящее время мы ведем проектирование вычиска методного объекта «Вычинский металлургический завод». Надо отметить, что «Урал-Промес» – единственный в стране институт, имеющий специализированное подразделение, отдел по проектированию трубопрокатного производства. хотел бы отметить, что все наши проекты прошли госэкспертизу и к настоящему времени большинство успешно эксплуатируются. я хотел бы отметить, что рассчитанный укрупненный расчет показал, что штат «Крудящик» при полном впуске этого объекта составит более тысячи человек. 1042 человека – это расчетно. Это только те, кто будет работать на этом объекте. строительство планируется ввести в две очереди с соответствующими объектами комплексов. За следующими объектами комплексов. Основной цех – административно-бытовой комплекс, закрытый предпределительное устройство, трансформаторные подстанции, очистные сооружения поверхностных вод с полным возвратом очищенной воды с технологией, котельная, локальные оборотные циклы, насосные станции, чистого оборотного цикла с градирними, насосная станция, пожаротушения с подземными резервуарами, и ряд других объектов. Хотел бы отметить, что расчеты показывают, что при данном производстве у нас будет не хватать воды, поэтому сброса воды мы не планируем, а наоборот очищаем и возвращаем ее в производство. То есть у нас полный водооборот. Вторая очередь – это расширение цеха по производству отделки труб до размеров 444 на 158 метров. Галерея от АБК до основного цеха, блок очистных сооружений термоотдела, а также реконструкция железнодорожной станции, которая позволит облегчить работу и создать нормальные условия труда. Основные решения по геноплану и транспорту, а также схемы от зонера ручной организации земельного участка представлены на этом. Две очереди? Две очереди. Площадь участка 60 и 60-х, плотность застройки 45%. То есть очень хорошо запланированная плотность, которая позволяет провести многие мероприятия, которые позволят снизить нагрузку и дать экологически чистые, возможность экологически чистых приемов. В частности, приемов снижения шумовой нагрузки. Основные технологические решения. Трубовый сварочный агрегат. Мы уже говорили. Центр финишной отделки. Центр финишной отделки труб с другого диаметра. Термоотдел. Снижение солнца. Линия по производству. Технологический процесс производства представлен на этих блогатах. То есть, к нам поступает рулон правка рулона, обрезка концов, сварка стык, накопитель. снятие грант сварка снятие брата и в общем то ситуация такая что в конечном итоге мы получаем калибру трубу калиброванную которая проводит полностью обработка этой трубы для создания ей на ней нужных технологических требований и этот процесс полностью автоматизирован и механизирован я просто хотел сказать настоящее время ведется проектирование данного объекта поэтому хотелось бы услышать пожелания и рекомендации если они будут реальные рекомендации которые мы постараемся максимально учесть при проектировании и обеспечить тех на друг на требование технологического и экологического направлений при том когда мы будем разрабатывать конкретные проекты и рабочую документацию которую будем разрабатывать в соответствии с законодательством и нормативной базой российской федерации готовы вместе с вами рассмотреть вопросы максимально решение экологической безопасности петелей ближайшего жилья и окружающей среды поэтому очень интересно было бы чтобы дали вы свои предложения в письменном виде мы постараемся максимально это учесть при проектировании благодарю за внимание сейчас будет мое выступление может быть она многое прояснит а потом у каждого кто хочет сказать пожалуйста вопросы сейчас во вступление мое давайте соблюдать регламент сейчас я все это расскажу ваш вопрос преждевременный уже в час на самом деле давайте дождемся года если вам остаются вопросы можете задать и включить ответ слово представляется на творение галлигане главный инженер проект исполнителя возгруппа компании шанека к споте и оценка воздействия краешный дух проект производства литки полуны пожару а вот проводится в целях выявления значимых аспектов замечаемой деятельности разработки мероприятий в защите воздействия от воздействия окружающей среды частности жителей и также для информирования общественности процесс а вот процесс информирования общественности вообще процесс включает себя два этапа это разработка технического задания и разработка непосредственно материалов оценки воздействия окружающей среды у нас было принято двухэтапные схемы информирования общественности как вам уже сказал сказали мои коллеги до ранее но что у нас с 13 мая по 11 июня было выложено техническое задание на обвоз в общественной приемной и все кто хотел ознакомиться мог это сделать об этом у нас было информированием в газете в их сумские рабочий далее значит у нас было информирование также 6 июля по сегодняшний день непосредственно материалов волос они также были выложены в общественной приемной в открытом доступе все кто хотел ознакомиться приходили и знакомились у нас в журнале есть записи то есть тот кто хотел получить информацию приходил и получал информацию об этом имеются записи в журнале значит период запрели по июле подобно прорабатывались проектные решения и проводились непосредственно оценки обоз значит исследования наши включили оценку инженерно-экологических изысканий а также и комплексных инженерных изысканий анализ принятых проектных решений и проведение необходимых расчетов в том числе по озвознению атмосферного воздуха и по уровням шума в том числе значит значимыми экологическими аспектами на входе наших оценок были признаны выбросы в атмосферный воздух шум водопотребление водоотведения также отходы значит рассмотренными также не остались никакие из экологических аспектов не остались нерассмотренными то есть мы и посмотрели и геологическую среду и недра и подземные воды почвенный покров на данной площадке был исследован и вот в частности вот животный мир это ящериц непосредственно оттуда и растительность то есть это вот эти все фотографии они ну за исключением геологической среды непосредственно на площадке сделаны значит что касается расположения площадки относительно жилой застройки здесь прозвучало много вопросов по этому поводу поэтому давайте посмотрим значит размещение цеха непосредственно недалеко от дощатинского шоссе вот здесь в данном случае дощатинской шоссе здесь заезд на площадку цеха возвращается на высшей площадке в золка как вы знаете то есть эта территория уже была промышленно освоена и там когда-то уже строился зовут то есть сейчас данная площадка принадлежит в конце и соответственно заказчик намеревается ее использовать под те собственно цели которые она и была отведена значит расстояние от жилой застройки на данном слайде по красным показано санитарно-защитная зона расчетная санитарно-защитная зона данного объекта то есть она со всех сторон составляет составила 100 метров и со стороны вот жилой застройки дощатинского проезда самое кратчайшее расстояние она составляет где-то около 80 метров это более 300 метров значит структура выбросов цеха по производству отделки труп выглядят следующему образом то есть три процента это разнообразные вещества оксида азота 45 процентов это оксида углерода и лишь маленький процент 12 процентов это твердые загрязняющие вещества которые в общем выбросит вверх два процента акрилонитрил тол и бутилоцетат это собственно говоря растворители значит что показали расчеты расчет загрязняющих веществ атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны вещество которое показало наибольшей концентрации это азотодиопсид его концентрации на принятой нами санитарно-защитной зоне меньше половины то есть примерно 0 6 пдк 06 от предельно допустимых концентраций вот на вот собственно на жилье то что всех интересует 0050 55 то есть не больше одного пдк примерно в два раза около два раза меньше чем допустим вот на данном слайде представлена вот это вот зона это 0 6 пдк подиоксид азота прочие вещества даже не мог не может поставить построить на изолении поскольку по прочим веществам концентрации 5 сотых пдк 500 от допустимого помимо оценки расчетные оценки загрязнения атмосферного воздуха от нашего цеха также была проведена оценка рисков для здоровья населения по всем предприятиям города в икс данную работу мы уже выполняли для проекта санитарно-защитной зоны в двенадцатом году в этом году поскольку намерения вы изменились поскольку строится новый цех данная работа была актуализирована какие результаты значит окон сырой под простите по канцерогенному риску это вот данный столбик значит допустимый риск это вот эта отметка да тут видно на шкале что у нас примерно треть от допустимого это по всем предприятиям города в икс и и синим показано это в кладку то есть это по канцерогенные это и вещества которые могут вызвать рак значит пони и канцерогенному риску что это какие заболевания в основном это заболевание органов дыхания аллергические заболевания прочее то есть от допустимого допустимый у нас индекс опасности 3 процента у нас по общему выбросу получил чуть меньше половин и спор в нем занимает где-то процентов 10 допустимого и по острому воздействию это только 10 процентов от допустимого значит по сравнению с оценкой риска которая была проведена в двенадцатом году нож на шестнадцатый год у нас улучшились показатели виду того что в mc отказалась от строительства электросталиплавильной дуговой печи которая была была задумана строить да на основной площадке в мз но сейчас отказались от замысла поэтому мы видим что по основным веществам опасно магнез диоксид азота взвешенные желез диоксид у нас происходит снижение значит какие мероприятия предусмотрены для того чтобы снизить выбросы у нас небольшие но тем не менее у нас предусмотрены мероприятия а станок установка газоочистного оборудования комплектация сварочных постов фильтровальными агребраторами плановое техническое обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования и применение автоматической блокировки газоочистных систем случае аварии то есть если какие товары случается автоматическая блокировка должна блокировать данной системы чтобы предотвратить выброс в атмосферу но и проведение регулярного контроля на границе санитарно-защитной зоны то есть это дощательский проезд и непосредственно на источник контроль из не ощущение те же самые расчеты что и по выбросам были проведены также прошу здесь представлена надеюсь что видно данный озвучу на границе санитарно-защитной зоны наши ожидаемые уровни в районе 40 децибел норма для ночного времени шума 45 децибел для дневного времени шума 55 децибел поэтому вот данные расчеты это было достигнуто применением специальных мероприятий по защите от шума это применение глушителей на приточных и вольтяжных системах вентиляции применение специальных звукоизолирующих материалов для главного цеха основного главного цеха где будет применяться делаются трубы после того как они будут падать со стана карманы переменного объема сначала они наполнены по полу по мере того как труба выступает в карман карман опускается тем самым дает наполняться трубе и при этом трубы не друг от друга не стучат а это является одним из важных одним из основных источников при шумообразовании вот на таком производстве система водопотребления водоотведения принято водооборотная то есть вся вода для такого цеха будет находиться в обороте для грязного цикла для чистого цикла сначала система заполняется она используется в производстве возвращается на локальные очистные сооружения то есть отстойники которые будут размещаться на этой же площадке и опять она будет запускаться в водооборотный цикл подпитка водооборотного цикла поскольку все равно будут какие-то потери воды до подпитка планируется осуществлять за счет ливневых и талых вод то есть все воды с площадки собираются за счет ливневой системы и направляются на очистные сооружения далее запускаются водооборотный цикл это чистый оборотный цикл соответственно это был грязный оборотный цикл значит что она позволила данная схема она позволила нам исключить сброс водные объекты в частности это река матмоском и ее ручей вот данная схема нам позволила использовать очищенные источные воды и также их не сбрасывать ливневые источные воды также их не сбрасывать а запустить его производственные циклы также плановые как обычно плановый технический ремонт обслуживания наших очистных сооружений проведения регулярного контроля качества воды реки матмос когда вы посмотреть и понять все ли так работает как мы запланировали и убедиться в этом соответственно для подтверждения отсутствия негативного влияния по поводу отходов да еще один значимый наш фактор это отходы как видно на диаграмме зеленым показан пятый класс опасности то есть это практически не опасные отходы они у нас составляют 53 процента от общего объема вызывания отхода 46 процентов это второй класс опасности вот один процент у нас третий класс простить 66 процентов это четвертый класс опасности а один процент у нас третий класс опасности также присутствует отходы первого класса опасности так тут на лампу который общем образуется в администрации тоже на то есть и только в тут нами лампами представлен у нас отходы первого класса опасности что я себе представляю отходы третьего класса это минеральные масла и нефтепродукты фильтра красочных камер значит четвертый класс это опилка стружка заверненной нефтепродуктами оптичный материал опаленная эмульсии и шлама и пятый класс это лом черных металлов абразивные и полиэтиленовая тара какой порядок принят что мы будем делать с этими образующимися у нас отходы голубым цветом или синим 93 процента это утилизация то есть продажа сторонним организациям на вторичное использование это вот лун черных металлов абразивные другие минеральные масла полиэтиленовая тара идет на вторичное использование пять процентов у нас идет на обезвреживание это безусловно втутные лампы опилки службы стружка замасленной нефтепродуктами которого мы не можем складировать на полигоне активичный материал окаленной эмульсии шлама то есть это все отходы которые не подлежат размещению на полигоне они пойдут на обезвреживание сторонним организациям имеющим на то лицензии на полигоне размещаются два процента наших общих образующихся отходов и это смет бытовые отходы отходы кухни вот такого типа отхода ну и соответственно мероприятия которые я уже озвучила да еще раз могу повториться по раздельному сбору отдельный сбор во первых этих отходов там то есть чтобы исключить объем образование уменьшить так далее оборудование мест для временного хранения отходов специальными если это ртутная лампа то это отдельное помещение с вентиляцией и со средствами для нейтрализации если вдруг разобьется ртутная лампа для отходов это герметичные емкости установлены в поддоны и для твердых отходов это закрытые контейнеры на площадках с твердым покрытием также предусмотрена маркировка будет предусмотрена маркировка тары и передача организациям как я уже говорила имеющим только передача организации только имеющим лицензии специальные на эти на возможность утилизировать эти отходы ну то что хотелось бы сказать в конце да подвести итог но первое это то что площадка промышленная она уже ранее была освоена к генеральному плану городского округа город векса там предусмотрено размещение этого объекта то есть ничего нового не придумано и по правила землепользования застройки это тоже промышленная зона расчетная оценки и зоны загрязнения воздуха шума и прочих физических факторов показали достаточность предложенные расчетной санитарно-защитной зоны но и планируемая деятельность оценивается как допустимая с учетом всех мероприятий которые приняты в проекте благодаря за внимание приступаем на вопросы вначале у нас будет ответ на вопрос эффективно что замечание положение предварительного варианта вопрос уже говорил что они были размещены в собранном доступе недостаточно время и далее ответ на вопросы которые уже поступили не отвечать от вопроса калинина дениса алексеевича написано много будем разбираться по порядку замечание касаемо недопустимо близкого к жилым постройкам расположение цехов по выпуску обсадных труб санитарно-защитная зона в 100 метров недостаточно для такого производства объемом 350 тысяч тонн труб в год это около 1000 тонн в сутки значит то что касается санитарно-защитной зоны на санитарно-защитную зону был сделан предварительный проект который был получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение федерального бюджетного учреждения здравоохранения в нижегородской области что значит было в этом проекте в этом проекте обосновывались градостроительные условия требования то есть можно ли это там размещать можно ли по генплан можно ли по пазз достаточно ли сан зона по выбросам достаточно ли сан зона по прочим физическим фактам повторять предварительный проект на предварительный проект было получено положительное заключение то есть все-таки такой объект размещать можно по поводу 100 метров 100 метров это от границы землеотвода то что касается основного цеха до жилой застройки там более 300 метров основной церкви не виду чтобы и следующее чтобы подвести сырье и отправить продукцию подводятся жиды пути по которым с интенсивностью один состав час будут курсировать грузовые составы вдоль домов по улице ленина шум даже в пределах нормативных величин будет негативно воздействовать на общее состояние здоровья человека в проекте защитных мер не предусмотрено значит здесь тоже нужно по порядку значит первое жиды пути не строятся они восстанавливаются то есть это уже пути были то что они там то что они там не ездили нужно понимать что это все-таки железнодорожные пути далее далее значит по поводу того что это состав вдоль домов по улице ленина но здесь немножко не точность но правда как не назовем лицу но имеется ввиду конечно я думаю что все имеется ввиду до тщательский проект частной здесь да здесь то что в проекте защитных мер не предусмотрено я говорила что во первых нас глушители шума предусмотрены специальные шумозащитные я верю потому что это реально к реализации мы не предлагаем взлететь в космос чтобы избавиться от шума мы предлагаем абсолютно реальные проекты которые мы уже 25 лет закладываем проект и реализуем наши проекта то что то что касается то что касается защитных мер от железнодорожного транспорта сейчас рассматривается вопрос о восстановлении экрана на со стороны села мотмос можно я дальше буду отвечать на вопросы дениса алексеевича далее выбросы кроме всего прочего в технологии предусмотрено фасфатирование труб и население нанесение лакокрасочного покрытия утверждаемыми лаками которые будут негативно влиять на окружающую среду и здоровье людей площадка находится на расстоянии 72 метров от раннего дома по улице ленина села мотмос по моему мнению имея людей проживающих селе мотмос разрешение выбрана крайне неудачно для села и требует пересмотра выбранной площадки для строительства цехов но и здесь еще раз вернуть к нашим оценкам которая показывает что выбросы от нанесения уф лака и покрытия не в принципе минимальная так по поводу стали большие да я родилась и выросла в городе рошаль химическое производство огромный завод поверьте не лучшим от масса но мы живем в городской среде допустимости воздействия что если даже воздействие будет допустима шум будет все равно беспокоить шум естественно будет беспокоить но допустимое воздействие те самые допустимые уровни 45 децибел для ночи и 55 дня гарантирует безопасность здоровья и это подтверждено не только на российскими нормативами но и также западными и существуют подобные исследования которые показывают что не не развивается болезней при таких уровнях если они соблюдаются у нас там промышленная зона химическая свалка еще один завод нас вообще непонятно не важно такие вопросы вопросы ваши напишите мы постараемся вопрос такой каким образом считается санитарная зона от здания цвета или от границ земельного участка сам зона считается от забора будем говорить или ангра не сам зону устанавливается от границ земельного участка и только от границ земельного участка эти размера которые называем 80 метров 100 метров это от границы земельного участка но не от цехов не источников выбросов или шума от источников выбросов и шума это более 200 300 метров вот так даже более следующее вопрос какое расстояние от границы сам зоны для для ближайших жилых домов ответ на этот вопрос уже посвечал сегодня несколько раз на следующий вопрос запланированы леса посадки вокруг строящегося объекта этот вопрос будет рассмотрен в промышленный проект когда будет выполняться проектная документация если мы увидим что это дает положительный результат конечно это будет запланировано но учитывая здесь вполне вероятно надо будет какие-то леса посадки для того чтобы во первых уменьшить под распространение шума и так чисто фильтрация воздуха так коллеги поступили следующие вопросы от казаковой все остальное неразборчиво какие альтернативные варианты размещения рассматривались почему не рассматривался вариант размещения на территории в мазе вместо демонтированных цехов т.с. 2 мелопрокатный и неразборчиво рассматривались для того чтобы этого вопроса у вас не было я уважаемая госпожа казакова показал он площадку цеха его размеры его объемы его логистику сожалению все варианты рассмотренные в ходе прединвестиционной деятельности не дали возможности данный цех положить а какой ответ у вас устроен значит вот потому я перед вами сижу были проекта чтобы аварии не допустить на стадии проектирования строительства и эксплуатации если будет такое отношение то не застрахован никто коллеги второй вопрос получен но вами разрешение на снос порядка двух тысяч деревьев какие компенсационные меры предусмотрены разрешение получено лесным фондом выписаны компенсационные мероприятия которые значит согласно этим мероприятиям завод должен значит реализовать посадить порядка тысячи деревьев на территории парка города выксы порядка трехсот шестьдесяти в районе я вас не предупреждает я вам не мешаю здесь 350 и между мотмосом и скотом порядка 250 деревьев напоминаю вам что считается деревом согласно нашу законодательство это поросль больше диаметра 8 миллиметров это дерево высотой высотой так коллеги следующий вопрос как можно палку на стыкать раз получается пистерей это все деревья высота не предусмотрен можно палкой на стыкать читайте какие я не понял это вопрос и третий вопрос тот же той в той же редакции какие альтернативы еще раз маски то есть это не требование к высаживанию а все деревья 8 миллиметров которые были уничтожены за них компенсируется посажено посажено один к одному за каждое дерево нет конечно нет так кроме этого в этом же как в этой карте участника вопрос в каком состоянии реализация предыдущих мероприятий по комплекс компенсации вреда от строительства страна 5000 лбк данный вопрос не озвучиться повестки дня председателя отвечает не на местных судей так пятый вопрос от этого же защита от шума ну защита от шума еще возможно защиту от шума это глушители и точно вытяжных системах то есть вентиляторы которые будут установлены они будут оборудованы глушителями это не фантастика это нормальное проектирование нормальная практика значит стан стан и да стан размещаемой в цепи цепку они будут для них предусмотрены звукоизоляционные материалы специальные чтобы шум не проходил наружу плюс еще использование специально в карман вопрос по экрану еще раз рассматривается по защите от шума все следующая карта участника рыжаков виктор петрович первый вопрос что должно быть первично общественное слушание или начало строительство вопрос согласно законодательству начале проводится общественность что а вот вы сейчас пришлось то что вы сейчас видите на площадке это не что иное как подготовительные работы к началу строительства и эти работы завод ведет на своей ранее выкупленной территории на месте расположения бывшего завода в злмк и все эти работы ведутся согласно уважаемые мои строго в соответствии земельным и доростроительным кодексом и и служение проводится согласно принятого законодательства а также с законом нижегородской области номер 38 то что вы сейчас видите хорошо хорошо спасибо на каком расстоянии должен быть расположен данный объект от жилого сектора если брать российской законодательства то данный объект не классифицирован в санитарных правилах и нормативах нет обозначения для данного объекта как они должны быть санитарно-защитная зона это значит что сначала разрабатывается проект расчетные оценки по выбросам и по шуму устанавливается какая сан зона достаточно дальше проект проходит согласование в роспотребнадзоре российской федерации вот так что в данном случае сан зона возможно такая когда будет согласован будет соответственно сан зона сначала согласовано потом установлена в соответствии с проведенными натурными измерениями по факту вот то что касается размера синтезащитной зоны коллеги карта участника колокола колокола наталья геннадьевна вопрос при выборе земельного участка под строительство цех по производству и отделки труб почему не оповестили население именно жителей мосмоса чьи интересы нарушен а намерение строительство данного цеха коллеги вот сегодняшнее мероприятие это есть одно из мероприятий оповещения начале строительства она а нашим нашим на нашем намерение сейчас уже перед фактом вы могли мирным путем пойти и оповести население что мы планируем здесь поставить завод спросить мнение людей вот сейчас мы спрашиваем почему происходит проживание там невозможно обманута далеко коллеги предыдущий докладчик ирина мандатова показывала вам размещение данного объекта объект размещается в промышленной зоне вы знаете о том что у вас на расстоянии 70 метров промышленная зона находится она не вся площадка была освоена это вопрос философский все или не все второй вопрос сколько жилых домов попадает санитарно-защитную зону 100 метров и как заказчик планирует законным образом урегулировать отношения собственниками попадающими в санитарно-защитную зону да это мой вопрос действительно размер санитарно-защитной зоны со стороны дольщатинского проезда не 100 метров меньше но в санитарно-защитную зону живые дома не попадают санитарно-защитная зона не определена еще раз не определена она определена градостроительным регламентом то есть строительным планом вашим она определена расчетами выбросов и расчетами по физическим факторам вот это является основанием для согласования санитарно-защитной зоны уважаемый это значит надо у самого порога стэк строить у нас что? в Великой России как Израиль нет места? да, места нет у самого порога стэк строить нельзя минимальное расстояние допустимое в Российской Федерации это 50 метров если производство может выдержать такой разрыв санитарный значит оно может быть там установлено если это не противоречит генеральному плану города и поселения в данном случае не противоречит сигареты сигареты можно нельзя продавать ближе чем за 100 метров а цех по производству труб можно за 50 метров? хорошо по поводу мнения жителей градостроительного плана насколько я понимаю в тринадцатом году у вас проходило согласование публичное слушание по генплану где каждый мог ознакомиться с генпланом и правилами застройки и посмотреть что там на генплане нарисовано можно сразу вопрос средства массовой информации и блогеры о таких мероприятиях должны узнавать в первую очередь я пока не знаю коллеги вообще никто не знал мне вчера позвонили депутаты я стал звонить где это было вывесено всегда размещалось сайт администрации в этот раз вообще ничего не было только от 6 июля в Иксунском рабочем чуть-чуть запрятано хорошо мне сказали я ручками написал выложил в интернет коллеги стали размещать жители оповещали другие инициативные жители которые туда ехали но но все везде размещено все все знают большое спасибо вам за проделанную работу мы действовали в рамках существующего российского законодательства и мы давали объявление в газете являющиеся официальным источником администрации официальным изданием администрации официальным изданием администрации является ВИКС в Иксунске рабочий ВИКС ТВ радио ВИКС официальным изданием администрации является ВИКСунске рабочий в соответствии с российским законодательством нет нарушений а это в этом плане подымариваем recruitment у нас одна across с ангелом пос Norm grup вاع už и очень он исполнитель подрядчик он не подрядчик это в인� smelling вы представитель вы представитель сергея подготовил если у вас еще кузов есть Представитель заказчика. Представитель заказчика ВМЗ. ВМЗ, да, вы представитель. Сергей Петрович, на вас ответили. Если у вас еще вопрос есть, то не спели. Меня в отличие от вас зовут Виктор Петрович. Давайте будем вожать других. У меня такое ощущение, что вы не захотите строить, а кур воровать. Украдка и все там, где-то чего-то. Сергей Петрович, давайте мы ответим на все вопросы. Вопрос 3. Голокова и Наталья Геннадьевна. Планируют ли ОМК и администрация округа ВИКС рассмотреть вопрос о признании села Мотмос в зону промышленности? И чем готовы жертвовать на благо жителей села Мотмос? Например, освобождение от налогов на местном уровне? Я понимаю, что в зоне это не может быть. Взреи налогов на местном уровне. А вы дальше, Игорь Викторович, вопрос читайте и на обратной стороне. Да читайте. Почему? Например, ЗАО ОМК могло бы создать проект улучшения в плане благоустройства села Мотмос. Так как в селе Мотмос на сегодняшний день расположены такие объекты, которые принадлежат ЗАО ОМК и ООО ВМЗ. Как-то. Станция ВИКСа промышленная. Жители постоянно жалуются на шум. ОМК эко-ресурс практически в огородах частного сектора. Литейно-прожатый комплекс. Строительство. Финишного цеха. Афинишного цеха. Ну и, конечно, там же располагается подстанция РАЗУ. И как не признать зоной промышленности данный поселок? Скажите. ОМК нет. Он находится у нас не в зоне промышленности. Конечно, статьи не может однозначно. Игорь Викторович, вы знаете показатель по онкологии в данном поселке. Вы знаете, что это за онкология. Онкология не только поселка, к сожалению, у нас очень хорошая. Поэтому давайте мы будем в поселке это все распоряжать. Пожерпуйте немножко благоустройство. Что касается благоустройства и других улучшений. Он здесь находится. Он руководству, руководству, передаст пожеланиям. В том числе, это будет зависеть в этом партноле. Адмистрация также будет платить тест на эти компетенции. Это что-то посадное. Кто такой? Это не наш, это ваш архивный житель, который, видимо, хочет напомнить, что прежде всего строительство новой церкви – это рабочие места. Можно я? Немножечко. Уважаемые участники, давайте мы все-таки заслушаем ответы на все вопросы. Егорова Татьяна Васильевна. Кому на каком праве принадлежит земельный участок? Достаточно ли его площади для размещения объекта или требуется дополнительное выделение земли? Значит, участок принадлежит заводу, бывший завод ВЗЛНК, и к нему будут, значит, прирезаны участки из предусмотренных как строительным, значит, планом для развития промышленности. Пожалуйста. Вот это место, пожалуйста, поподробнее. Не могли бы Вы на схеме, которую демонстрировал Ваш докладчик, показать, какой участок сейчас принадлежит и какому заводу, я что-то не поняла. ЛМК. ЛМК еще принадлежит? Да. И какие участки? В МСЖ. В МСЖ уже принадлежит. Покажите, пожалуйста, его на карте. Какая площадь принадлежит и с каких сторон, какие участки будут дополнительно истребоваться и кто владелец этих участков? А, вот, Игорь, позвольте мне? Пожалуйста. Значит, смотрите, если... Я попробую показать так, чтобы было всем понятно. Значит, вот этот участок, выделенный белым на моем... на плане, да? Сейчас я покажу его указкой. Сложным? Вот этот вот участок, да? Вот этот вот, ну, чтобы было понятно, я возьму ручку. Да, пожалуйста. Потому что непонятно было показано. Вот этот участок, вот этот участок, вот этот участок. Это бывший завод ВАЗЛНК. Сейчас он принадлежит на правах собственности, он принадлежит АОВМЗ. Вот этот участок дополнительно будет испрашивать, уже испрашивая, дополнительно, вот этот вот. И как вы видите на схеме, что этот участок, он ближайший. То есть там уже был завод когда-то. Он ближайший, значит, это... А этот, конечно, он дальше находится. А я спрошу, ну, кого? Кто собственник, не до конца ответит? Ну, это были деда. Давайте я рекомментирую. Данный земельный участок находится в границе городского города ВЫКСа. Находится в границе города ВЫКСа. Относится к неразграниченным государственным землям. Данный земельный участок, в соответствии с действующим областным законодательством, распоряжается правительство Нижегородской области, а точнее Министерство института земельных и ручных отношений Нижегородской области, которое будет непосредственно заключать договор аренды по строительству данного цеха. В настоящее время уже есть решение институционного совета при губернаторе Нижегородской области, в соответствии с которым выполняется ряд мероприятий. Какие? Первое мероприятие, как раз согласован предварительный проект санитарно-защитной зоны с областным управлением Роспотребнадзора, это уже упоминалось. Далее, в соответствии с требованиями при строительном законодательстве, то есть формирование земельного участка для цели постановки на кадастровый учет. Следующий этап это предоставление, заключение договора аренды. С кем? С Министерством института земельных и ручных отношений. Ну, пока с кем сейчас заключил договор аренды? Или с собственными? Давайте так, под строительство объектов заключает договор министерство, под существующими объектами заключает договор администрации. Таким образом у нас разграничено действующее законодательство. Что касается текущих вопросов использования земельного участка, в соответствии с статьей 36-34 земельного кодекса, в стоящее время земельный участок, администрации предоставлено разрешение использования земельного участка для изыскательских работ. Администрации? Администрации, да? Администрации, это в полномочиях администрации. Соответственно, как раз на дополнительном участке эти изыскательские работы и проводятся. В том числе для нужд проведения изыскательских работ были снесены лесные насаждения, но как уже был дан комментарий, данные лесные насаждения будут все компенсированы в полном объеме, вверх за дерево. Александр Владимирович, мое детство прошло на это окольное. Я не поленился, полчаса приехал только оттуда. Вспомнил детство, 60-70-е годы. Первое. Второе. Там вот эта линия, говорится, уже была. Это при советских времен, тогда экологически-то такого и не было. Вы сейчас строите в близости. Непосредственно. Непосредственно. Первое. Другое. У меня есть опыт. Какой шум идет от ЛПК. Я закрывал машину на расстоянии 300 метров. Не слышал я его звонка, что она защелкалась. Здесь шум такой. Это где-то 50 вагонов в день будет отгружаться. Час. Можно вопрос пошел? Нет, другой вопрос. Вы говорите, что там будет изыскание. Я сегодня сейчас полчаса назад там был. Там полный ход для строительства. Какое изыскание? Вы что людям врете? Позже, давайте мы поступление не будем делать. Хорошо? Если еще вопрос, то точно не ответим. Так, минуту. Можно я еще... Там вот на той улице, на крайний дом, живет мой брат. Снаха сейчас осталась жива, которого я воспитывался. Говорит, мы с детства прошлом. Большое спасибо. Вопрос был, то, что сравнение ЛПК и то, что собираются строить с под цех по производству и отделке труб. Сравнение некорректное, потому что ЛПК имеет шум за счет электродуговой стали плавильной печи. Это металлический передел. Вы все здесь или большинство из вас металлургий. Понимаете, что электрометаллический передел это одно, а производство отделки труб, тем более финишная отделка, это совсем другое. Никто там печь, ЛПК или еще что-то, какой-то другой металлический передел делать не собирается. Это просто финишная отделка труб. Поэтому сравнение с ЛПК некорректно. У меня такое замечание. Вы когда были последний раз на современном заводе трубопрокатном? Честно? Да. В 2004 году, когда колеса пустили. А я был неделю тому назад в Германии. Все наши в Виталии изучают опыт этих заводов. Так давайте строить завод, который соответствует сегодняшним технологиям, сегодняшнему оборудованию современному. Так, чтобы люди жили вокруг него нормально. Допустим, вот в Виталии завод расположен в зоне, практически жилой зоне. Мы там не были около завода. Что у нас сравнивали? Заминай закон. Сначала жилушили, а потом строительство. Там идете, сейчас идет генеральный строительство. Вопросы задаете или мешаете вести нормальную работу? Одновременно. Одновременно мешаете, да? Да, конечно. Потому что вы врете. Извините, вот за такие вещи, когда говорят, что врете, объясните, пожалуйста, что я вам соврал. Я вам говорю заводный вопрос. Что я вам соврал? Что, соврали? Да. Что там, где-то, в Италии, где 98% населения России не было, вы сравните, сравните. Не надо сравнить. Это я не вру, я вам говорю то, что я видел и то, что я слышал. И мы строим такое... Вот сегодня врете, извините, вы. Вы сравниваете нереальные вещи с реальными. Сказки не надо рассказывать. Сказки? Когда у нас первое место в области онкологических заболеваний, сказки? По поводу первого места по онкологическим заболеваниям в области. Я слышу это уже не первый раз. Прошу, кто называет такие вещи. Это называется дебошь. Потому что в процессе инженерно-экологических изысканий нами были проведены санитарно-эпидемиологические исследования. Для нас эту работу сделал Роспотребнадзор по Нижегородской области. Данные следующие. ВЫКСА никогда не являлась лидером по области. Более того, всегда занимала одни из самых низших позиций. Если у кого-то возникают сомнения, можете обратиться в Роспотребнадзор по Нижегородской области. Они вам данные эти подтвердят. ВЫКСА не лидер по онкологическим заболеваниям. Далее. Значит, что касается этих онкологических заболеваний. Какие онкологические заболевания из тех, которые есть в ИКСА, значит, лидируют? Это лидирует рак молочной железы, рак предстательной железы. Данные заболевания не вызываются выбросами. То есть они, может быть, как-то и вызываются, но механизм этот напрямую не воздействует. Если бы область, вернее, если бы город был лидером, как вы говорите, или хотя бы не лидером, но в этих онкологических заболеваниях присутствовали рак легких, я бы тут эту статистику вам привела и с вами бы согласилась. По поводу онкологических заболеваний они есть везде. К сожалению, статистика такова, что везде в России растут онкологические заболевания. Это так. Но то, что есть, то есть. Вы в цене лидер по онкологическим заболеваниям. В тройке лидеров. Вы знаете, вы извините, пожалуйста. И не в тройке лидеров, и даже не входит в десятку. Вы когда по полигону такие же публичные службы говорили, у вас показатель другой был по онкологии. Вы сейчас сами себе противоречите. К сожалению, я не участвовала в проекте по полигону. Да, это была наша компания, но я не участвовала в проекте по полигону. Сейчас мы имеем данные на сегодняшний год, за последние три года. Это не наши данные, это данные Роспотребнадзора по Нижегородской области. Прошу, у кого есть вопросы, обращаться в данную организацию. Уважаемый участник, поступил еще один вопрос. Степан и Ольги Ивановны. Они лучше построить на этом месте детский сад. Но, кстати, понимаешь, что это хромозонно и, скорее, там детский сад. Да. 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 Я напомню, что сегодняшнее предприятие, но информационное. Что касается самих общественных слушаний, они на сегодня не совершаются. В течение 30 дней вы также можете свои вопросы в журнале учета замечаний и предложений, которые у нас находятся в свободном доступе, вы можете также подать. В 30 дней еще там будут документы, также находиться, вы можете подать свои предложения и замечания. В свободном доступе где? В комнате 306, соответственно, в администрации, как бы находился уже в большем месте, будет находиться. А можно выложить в электронном виде на официальный сайт администрации. Я, конечно, живу в городе, но там живут мои родные и близкие, да? Я не завидую их. Господа, кого интересует подробное исследование, может быть, кому-то неудобно. Мы не прячем материалы исследования, мы наоборот хотим от вас получить конструктивное предложение. Кого интересует подробное исследование наших исследований, извините за тавтологию, В нашем проекте указан электронный адрес. Я могу дать электронный адрес, чтобы вы могли обратиться и получить данные материали в ПДФ формате для подробного изучения. Отлично. Почему земельные работы начались до общественной службы? Отлично, мой вопрос. Коллеги, значит, еще раз говорю, что нами получено разрешение администрации города размещения объекта и оформлены соответствующие договора. Мы платим за пользование городской землей, и на этой земле мы проводим подготовительные работы. Как-то изыскательские работы, да? Мы проводим испытания по отказу в сварь, да? То есть это подготовительные работы. А маслом высотой около 10 метров, это что, изыскательские работы? Это подготовительные работы. У нас разное представление подготовительных работ. У нас разное понимание закона, по которому мы живем здесь, в России. Я не вижу здесь, что вы здесь. Поможаю, честно. Раз вопросов у нас больше письменных нет, значит, и уже узнал, да? Еще раз напоминаю, что у нас еще документы будут в течение 3 дня находиться. Как они бы сказали, в аудиторном варианте какой-нибудь предоставленный. У вас еще будет возможность свое мнение и высказать. Поэтому спасибо всем за участие. На сегодня мы пришли общейся с Курчей и заканчиваем. Спасибо за работу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!